Немного предыстории. В 2017 году в нашем районе избралась целая команда независимых депутатов, и одним из предвыборных обещаний было навести порядок с благоустройством в районе, чтобы наши дворы и детские площадки не выглядели скучными, однообразными, пластмассовыми, типовыми. И вот здесь мы стали заседать, обсуждать, встречаться и пытаться как-то повернуть систему лицом к людям и добиться выполнения наших предвыборных обещаний. Мы находимся в прекрасном дворе по адресу улицы ПРД11, но это, к сожалению, антипример. Как только мы получили полномочия и попытались его реализовать и сделать во дворе хорошее благоустройство, мы столкнулись с жестким сопротивлением. Инициативная группа жителей пришла, сказала, нам не нужно ничего, кроме того, что предлагает управа, нас все устраивает, нам только нужно чуть больше асфальта, чтобы помещались автомобили и типовые горки, лавочки, все, ребята. При том, что коллега моя, Донцова Ирина, за собственные деньги заказала эскизный проект, там было три варианта, как можно этот двор сделать оригинальным, нестандартным. Но инициативная группа заручилась поддержкой некоторых депутатов и что получилось, то получилось. Сейчас мы находимся на типовой площадке по проекту от 2015 года. Здесь можно воочию видеть, что сделает город в вашем дворе, если никто не вмешается, ни депутаты, ни жители. Это квадраты резины, на них стоят одинаковые, однотипные, разноцветные городки. Слава Богу, они из фанеры, они из пластика. Но, тем не менее, это вряд ли может быть интересно детям. Слишком одинаково. Так как нашу историю я бы назвал историей провала-успеха или успеха-провала, то вот это вот один из образцов реализации проекта, который делали архитекторы с учетом мнений, пожеланий, анкетирования жителей. Это был классный проект. Подростковые площадки, которых не было раньше в районе, все площадки были одинаковые на все возраста, а на самом деле они были интересны только для маленьких. Проект был прекрасный, исполнение отвратительное. Если присмотреться к деталям, если посмотреть на винтики, на гаечки, на окраску, все не соответствует техническому заданию, все дешевое, купленное как будто на каком-то строительном рынке. Тем не менее, нельзя было не попытаться сделать хотя бы что-то, хотя бы это. Сейчас оно видно издалека, но привлекает взгляд. Все, когда видят, говорят «Вау». Многим москвичам не хватает в городе парков и зеленых зон. Почему так вышло? Оказывается, что автомобили захватили наши дворы. Если раньше можно было выйти во двор и оказаться в парке, то сейчас ты выходишь из дома, оказываешься на парковке. Что мы делаем? Мы делаем загончики, что делает город. И в эти загончики пытается загнать детей, чтобы они гуляли в загончиках. Это такое себе решение. Но мы не можем сейчас выгнать автомобили из двора. Но хотя бы эти загончики мы можем приблизить к тому, как бы это могло выглядеть в природе. Чтобы это была зелень, чтобы это были натуральные материалы, чтобы это были камушки, песок, чтобы дети получали тактильный опыт. Я сам отец, и у меня двое детей, они росли на простых пластиковых площадках. И я удивлялся, как меняется их поведение, когда мы приезжали с ними в Европу и шли на какую-нибудь детскую площадку в сквере. Когда они могли сидеть часами, у меня тогда еще один был ребенок, там дочка могла сидеть, часами ковыряться просто в камушках, ее это успокаивало. Это не стоит космических денег, это натуральный материал, которого в Москве на тот момент нигде не было. И вот сегодня в нашем районе можно найти разные площадки с покрытием из камушков, с покрытием из коры. В Москве вообще проблема с загрязнением воздуха. Когда у нас и так проблема, зачем класть еще резину, которая сделана из переработанных автомобильных шин, которые зачастую сделаны в Китае или еще где-то, и там не нормируется содержание вредных веществ, потому что это автомобильные шины, никто не планирует потом играть на них с детьми. Но это выгодный бизнес перерабатывать эти бесплатные шины, делать резиновую крошку, заливать ее клеем и размазывать по всей Москве вот так вот, как масло по хлебу. А потом мы спрашиваем, почему у нас плохой воздух, в том числе и из-за этого. Мы на площадке сделаны не по самому удачному проекту, но здесь получилось добиться часть покрытия из коры. Она мягкая, она приятно пахнет и натуральная, то есть она не выделяет никаких вредных веществ, как резина. К сожалению, подрядчик накосячил с городком, там много огрехов, он его делал просто, видимо, по картинке, но это первый опыт и, к сожалению, жилищник такое принимает. Тем не менее, здесь удобные лавочки, часть резина, часть песок, часть кора, каждый может себе выбрать что-то удобное. Не очень понятно, как убедить людей, как донести до людей, что натуральные покрытия, натуральные цвета, это более правильно. Люди привыкли уже много лет видеть в своих дворах цветной пластик, им кажется это нормой. И они часто говорят такую фразу, что дети любят пластик. Дети, мне кажется, любят все, что им дадут. Они могут играть где угодно, с чем угодно, и с покрышками, и с палками, но не значит, что это будет всегда эстетически красиво в наших дворах, что это будет их развивать на натуральных материалах. Детям полезнее. И несмотря на то, что что-то действительно получилось, и это можно потрогать руками, можно посидеть на этих лавочках, и оно все есть, нельзя не отметить, что система всячески сопротивляется. Она сопротивляется инициативе, ну, по довольно, может быть, странным причинам. Система заточена как на воровство, так и на борьбу с воровством одновременно. Когда ты приходишь со своим проектом, многие сразу думают, что ты хочешь на этом заработать. Мало кто верит, что ты можешь прийти с искренними надеждами сделать свой двор приятным. Говорят, а что, может быть, у тебя какой-то интерес, ты приведешь своих людей, которые на этом заработают, и всякая дичь. И приходится с этим контактировать, бороться, убеждать и переубеждать. Ну, вот это та работа, на которую тоже шло очень много сил и очень много времени.